Острого дня, господа ножеманы! С вами снова Алексей Пономарев и ножевая колонка Knife News. Иногда в сети мне попадаются топоры, которые сделаны в форм-факторе карточки. Это можно положить с собой в карман, в рюкзачок и аккуратно принести на место пикника именно жало самого топора, а древко уже получить из любой деревяшки, которая растет рядом. Сегодня вот про такую пластину. Видимо, он будет дешевле, чем тот кликер, про который я рассказывал давным-давно. У него есть замечательная стрелка отъемная. Ее можно перевернуть наверх и сделать этому топору еще и клевец с обратной стороны. Можно ее вынуть и использовать как наконечник для гарпуна, для маленького копья дротика или просто для стрелы. Кто в какого чангачгука будет играть, уже видимо не важно. Штука забавная, крепится она вот таким вот образом. Иногда ее крепят даже пластиковыми хомутами, которые тоже не лишним образом можно будет взять с собой в поход, чтобы не искать того самого лоси, у которого вытянуть жилы для привязывания топора к древку. Забавная, прикольная штуковина. Тоже имеет некоторое отношение к режущей, рубящим предметом. Почему бы ему не оказаться в наших новостях? Knife News. Вот такие топорики. Один из самых интересных ножей за последнее десятилетие это соком дельта от Майкротеч. Очень выверенный, очень такой уравновешенный нож, который нравится практически всем. В последнее время все чаще они появляются с вот таким вот дурным ребром. Зачем это ребро на гринде, я честно говоря не понимаю. Думал это какая-то Майкротечевая приколюха, вот такой гринд, это их такая вот визитная карточка будет. Ничего подобного. И кастомайзеры обычные, и серийщики все чаще и чаще используют это ребро. Как по мне, это ребро совершенно не помогает ни строгать, ни резать и, по моему мнению, совершенно ни черта не усиливает. И как деление для танта клинка я тоже этот бугор не вижу. Давайте подумаем вместе. Если у вас получится, напишите мне в комментариях по вашему мнению, что за ребро такое появляется на гриндах клинков и нафига оно такое надо. Мне ваше мнение тоже очень интересно. Не так давно рассказывал про замечательную змею Рашпиль. Там был такой хитрый керамбит, сделанный в России одним домашним мастером. Очень кайфовая такая змеюка. Оказывается, змей было несколько. И сегодня рассказываю про бритву-змею. Честно говоря, керамбит мне нравился больше. Там более хищный хвост такой, хитрее все. А здесь просто обычная плоская бритва. Но черт возьми, если тот керамбит был такой на коленке деланный, то эту бритву видно, что делали с тонкой любовью. Настолько в зеркало сделать бритву из Рашпиля дорогого стоит. Чувак, у тебя золотые руки. Ты делаешь классных змеев. Делай их и дальше. Это кайфовое направление, которое может стать твоей визитной карточкой на долгие-долгие годы. Радуй нас своими изделиями и твоих гадюк. Я в свои новости обязательно притащу еще не раз. Жду новых змеюгов. Дорогой друг Нажиман, не забывай подписываться на мой канал в ютубе. Искать меня в соцсетях vk.com.brutalika. Это моя группа ВКонтакте. Иногда рассказываю про исторические ножи, которые там типа финки, саамы, еще что-то. В очередной раз наткнулся на улу и понимаю, что не рассказать мне ничего вам про улу. Улу это такой полпилы дисковые. Оторвали, заточили. И вот такой вот то ли совок, то ли скребок. Но меня убеждают, что это, черт возьми, нож. Это во-первых. Во-вторых, это нож аутентичный, который имеет какую-то тысячелетнюю историю и им пользуются там на многих континентах. Особенно любят их канадские эскимосы. Вот. И улу умудрились даже сделать складными. Вот улу от Blade Tech, например, выглядит вот таким вот образом. Мало того, что они в исторических фильмах исполняются. Даже бывают тут кремниевые, кстати. Вот даже такие каменные улу находились, и они тоже, оказывается, имеют право на жизнь. Ну, видимо, шкуру скоблить им все-таки удобно. Складной Blade Tech, как я показал. И увидел замечательное название. Они теперь его называют не улу и не эскимосский нож, а называют его салат-чоппер. Это такой рубильник для салатов. Видите, вот известный чоп-чоп, их рубящее движение в круглых деревянных мисках. Оказывается, там, за океаном, домохозяйки этим улу уже рубят салат и называют это салат-чоппером. Не знаю, что за зверь, что за штука. Мне непонятен. У меня в руках был один, я крутил-крутил. Что за штука? Не знаю. Но при всем при том называется тоже нож. И тоже, безусловно, имеет место в наших новостях. Ну и рубрика «Очумелые ручки». Вы удивитесь, но совершенно не колстилом единым живы те, кто берут напильники в руки свои. Сегодня про «Онтарио Рат». Чтобы не замыкаться на одном, расскажу вам сразу про три. Вот такое вот чудовище умудрился кто-то напилить. Это и танто здесь, и курва здесь, и такие новгородские деревянные накладки у него еще есть. Вот был нормальный «Онтарио Рат», получился черти что, и сбоку деревянная накладка. По-моему, мрачняк суровейший. Второй вариант. Не знаю, говорят, что имеет право на жизнь. Это тантоид, выточенный из «Онтарио Рата». Заменена на оранжево-черную G10 накладки. И ответная часть на рукояти повторяет лезвие танто. Типа складывается, все компактно, отсочленяется хоть как-то. По мне, убожество страшное. Терпеть не могу такого издевательства над ножом. Но кому-то нравится, лайков этот нож набирает немерено, где бы его не публиковали. Не знаю, просто, видимо, не мое. Ну и третий вариант. Конечно же, всем хочется стать Эмерсонами. Умудрились сделать вот такой вот клинок. Я даже танто это не могу назвать. Это как утилитак от того же самого «Онтарио». Двунаправленная танка вот такой вот стрелой. Ну и, конечно же, вейв. Шпенек выдернули, выкинули. И оставили вот такой вейв для открывания об карман. Еще раз повторюсь, так делать не надо. «Онтарио Рат» самый самодостаточный нож на этой планете. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал всякие ножевые небылицы. Смотрите меня два раза в неделю в своих мониторах.